всем привет итак обсмотрел я эту монету кто не видел друзья это 10 копеек 10 года магнитная сталь покрытая латунью кому интересно можете посмотреть предыдущий обзор на эту монету вот там я говорил что не уверен что это оригинал нужно посмотреть а потом уже сделаем выводы и так обсмотрел я друзья эту монету также выложил ее на обсуждение и это оказалось очередным фуфлом хотя некоторые люди сразу реально поверили что это оригинал но друзья сделая под микроскопом фотографии вот прикрепляю и здесь четко видно что это так называемый стакан то есть монета из двух монет монета из двух монет так как бы она не звучала но это это так это можно проверить проложил монету на магнит к примеру вот приложиваем ее со стороны реверса она сильнее притягивается если же мы приложим к аверсу она реально вот отлипает легче почему это друзья я так предполагаю здесь аверс от 10 копеек оригинальные она из латуни она не магнитится почему здесь дается слабее эффект а реверс у нас либо с четырнадцатого года монеты пятнадцатого и выше потому что здесь уже монеты чеканились 14 выше из магнитной стали покрытой латунью почему с этой стороны сильнее притягивается но принципе я еще первом ролике сразу мне подозрение вызвал гурт так принципе если смотреть вот не сильно и видно но если приблизить то четко видно вот такую как бы в резкую так что друзьям внимательно сюда будьте внимательны потому что можно попасть не на маленький день это кстати уже третья монета за год которая является фуфлом две монеты я вам показывал магнитные 10 копеек и одна монета была копейка не магнитная и все они оказались фуфлом то что друзья мошенники не спят они работают если вы новичок в этом деле хотите приобрести такую монету то лучше с кем-то посоветуйтесь а такие люди утверждают что мне нужно продать нужны деньги то есть и кидают цены маленькие за цена монетам 10 тысяч я отдам за 5 и так далее это уже сразу вызывает подозрение также мне человек написал что это монета найдена с обихода и так далее бьет себя в грудь я ничего не знаю так что вот не знаю отправлю назад хотя кстати интересно ваше мнение напишите в комментариях как думаете что делать вот с такими вот продавцами отправлять эти монеты назад либо их утилизировать чтобы никто не попал на большие деньги у вас другой стороны конечно я не имею на это право и приходы приходится отправлять монету назад две монеты я уже как говорил отправлял они так их никто не забрал на почте не вернулись назад они у меня так и есть коллекция посмотрим что будет с этой монетой также друзья хочу добавить что в первом ролике я показал что веста и там немного ошибся вес нормальные монеты 1 и 5 вес нормальный десяти копеек друзья один из семь должен быть здесь он немало занижен для для десяти копеек так что это принципе еще одно подтверждение что это не оригинал друзья всем спасибо за внимание не забывайте подписываться ставьте колокольчик чтобы не пропускать обзоры на редкие монеты украины также жду от вас лайка так как это помогает в продвижении канала ну и мирного неба всем всем пока